Утром – квартира, вечером – деньги. Регион готов к переходу на проектное финансирование в жилищном строительстве. С 1 июля средства дольщиков будут зачисляться на специальный банковский счет «Эскроу». Девелоперы эти деньги получить не смогут вплоть до передачи квартир. Строить будут на собственные средства или на банковские кредиты. Проекты, которые реализуются сейчас, могут быть завершены по старым правилам, правда, с рядом оговорок. Например, степень готовности объекта должна быть не менее 30%. В данный момент в Ивановской области на стадии реализации 82 проекта. Пять компаний-застройщиков возводят дома на собственные средства, три – оформляют документы на ввод в эксплуатацию. 31 проект строительства имеет возможность получить проектное финансирование. Это общая площадь 194 тысячи квадратных метров и 281 договор долевого участия. 37 проектов строительства соответствуют критериям по степени готовности. Возведение их продолжится посредством привлечения средств граждан без искровых счетов. Это 196 тысяч метров квадратных жилья, заключено 1888 договоров долевого участия. Шесть проектов не попадают ни в первую, ни в вторую группы. Данные проекты взяты нами на особый контроль. Это 47 тысяч метров квадратных, 150 договоров долевого участия. В зоне риска на сегодня, по оценке правительства, шесть проектов. Один из них – градстрой. Для него инвестор найден, работы возобновлены. Дом к октябрю планируют завершить. Пять объектов возводились двумя застройщиками. Это знаменитый Веромарк и ООО «Этажи». Соответственно, 4,9 тысяч метров квадратных и 37,7 тысяч метров квадратных. Застройщики фактически не суляют деятельность и строительство объектов приостановлено. По ним мы работаем со службой судебных приставов по реализации имущества и вовлечению в схему достроя нового надлежащего инвестора. Ориентировочный срок для организации торгов и подведения результатов – два месяца. Планируем завести иных застройщиков на объекты в сентябрю текущего года. Механизм проектного финансирования исключает нецелевое использование средств участников долевого строительства. Это некая гарантия прозрачности и спокойного сна тех, кто вложил свои деньги в новую квартиру. Однако не обойдется и без минусов. Прогнозируют удорожание жилья, снижение темпов строительства в переходный период. О расходах дополнительных. Только регистрация договора залога доли стоит 100 тысяч рублей. Только регистрация договора. Это без каких-то там дополнительных еще затрат. Поэтому, конечно, удорожание, скорее всего, произойдет. Плюс к этому, к сожалению, как правило, в таких случаях, к этому удорожанию постараются примазаться максимальное количество желающих. То есть повысить цены на цемент, на металлы, на все, что только можно, для того, чтобы занять более лучшие позиции для себя производителя строительных материалов. Однако предыдущие правила игры не все застройщики исправно соблюдали. На октябрь 2018 года в регионе насчитывалось 2760 обманутых дольщиков. Сейчас их 670. Да, меньше, но все равно это огромное количество семей, которые ждут свои квадратные метры. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.